всем огромный приветик доброе утро кто меня смотрит тоже утром начинаю видео самого-самого утра мы уже умылись я себе патчи опять эти нанесла вообще девчонки последнее время я просыпаюсь опухшая я не знаю с чем это связано вроде бы воды много не пью ну прям просыпаюсь и прям такая опухшая как хомяк не знаю с чем это связано вот хочу может быть сюда еще сейчас патчи нанесу потому что мы здесь тоже вот опухлая и плюс высыпало опять меня очень сильно что происходит либо это то что опять уже весна наступает у меня просто кожа такая всегда реагирует вот если зима наступает все она у меня начинает вся шелушиться в общем надо постоянно постоянно увлажнять потом более-менее уже привыкает а потом когда переходим на весну опять какие-то проблемы начинаются вот сейчас у меня прыщи особенно вот на лбу повыскакивали и вот эти вот места у меня постоянно беспокоят вот эти вот места у меня тут постоянно выскакивают прыщики ну думаю тоже это все ненадолго потом все это быстро пройдет сейчас будем снимкой завтракать и сегодня еще хочу и в детский мир может быть ходить и вообще у нас сегодня с ним по плану мы идем на икг не знаю как мы будем с ним на икг как он там усидит помощник опять у меня все раскидал внизу у меня тут тряпочки хранятся в контейнере для уборки и он вот сидит и все раскидал до тимур и грязные вещи достает из тазика у меня в тазике хранятся и оттуда достает их везде разносит папины носки это просто любовь он где их найдет начинает таскать сам стиральную машину несет их положить стиральную машину потом папа уходит ищет где мои носки где мои носки смех и грех как говорится да кстати девчонки я обещала вам дать свой отзыв на косметику organic зон что мне понравилось что нет так вот то что я брала вот этот вот гель он мне понравился для умывания знаете он не сушит кожу он реально питает и очищает мне нравится что если у меня есть какие-то красные пятнышки особенно это бывает у меня после работы потому что я работаю в кейси да и там все вот эти жиры пары вот эти вот от жиров то есть все равно мне все попадает на кожу хоть я не стою допустим не готовлю да но все равно конечно же я там нахожусь и все это попадает на кожу поэтому у меня и прыщики вылазят постоянно вот когда я начала работать они в принципе начали у меня тоже вылазить но вот этот вот гель он очищает вот эти вот красные пятна то есть он убирает эти красные пятна это очень здорово и также вот это вот сыворотка да вот это вот сыворотка увлажняющая она тоже очень классно питает кожу и тоже убирает красные пятна я прям постоянно ей пользуюсь особенно перед тем как наносить косметику да насчет от этих вот средств пенка для интимной гигиены тоже классные девчонки а мне принципе она понравилась скрабы это просто моя любовь особенно апельсиновый я буду заказывать еще и не раз это сто процентов вот этот вот соляной скраб с апельсинкой прям вообще классный и я прям очень в него влюбилась вообще я прямо от него без ума и муж когда даже мою кожу тоже подруга говорит реально такая прям стала гладенькая в общем ему тоже очень понравился эффект и вот этот вот сахарный скраб ванилька тоже очень классный я их как-то знаете как чередую и в общем двумя вообще скрабы просто любовь вот это вот маска девчонки я попробовала сейчас скажу про нее какого-то прям вау эффекта я ее не увидела потому что я ее нанесла все как правильно поддержала смыла смыла в общем волосы я сразу же почувствовал по своим волосам что они у меня не такие питательны как после бальзама либо как после маски которая от эстель пользуюсь вот это вот вида питания от эстель вот она мне очень нравится я прям эту маску очень люблю если у меня с волосами какая-то проблема я ее постоянно наношу то есть ну хотя бы там раз в две недельки где-то так и в принципе бальзам я пользуюсь понтин понтин сам по себе и шампунь у него очень питательный и бальзам тоже очень классные и волосы от него не пушатся сильно да вот от бальзама от понтин и мне нравится и поэтому от этой маски я не увидела такого эффекта может быть надо конечно почаще наносить и потом может быть будет какой-то эффект но в принципе после таких масок должен сразу виден результат а там прям написано то что ламинирование я не увидела да не блеска волос вот как бы и ламинирование никакой не получилось у меня так что ну как бы наносила я только два раза еще пробовала ее поэтому не знаю может быть со временем потом какой-то эффект будет ну а так в принципе я не очень осталось и это больно вот люблю я больше всего вот тут маску для волос это питание эстель так что вот так сейчас пойдем завтракать так у нас вот такой вот сейчас завтра кутинки овсяная каша с бананчиком у меня блинчики хотя масленица прошла да вроде бы как а мы все равно хотим еще у блины кушать муж попросил говорит давай опять сделаем и тинки один вот такого достала я вчера жарила а вот такие вот оладушки катя мне рецепт в общем посоветовала я вообще смотрела все у нее рецепты такие классные рецепты для малышей ну если вы тоже ее смотрите вы тоже видели она показывала очень много рецептов для малыша там значит идет у меня получается творог огурша бананчик одно яйцо и 3-4 ложки муки все и вот так вот жарим и все вот такие вкусные получаются тимка вчера прям вообще с удовольствием кушал вот у меня будут значит блинчики и кофе да ты стоишь дождь ты ждешь кушать пойдем кушать привет его научился все шкафчики открывать это очень плохо потому что он все оттуда достает ну пока не часто конечно открывает но все равно дать им пойдем кушать пойдем наш маме руку пойдем большой малыш да что вы говорите сейчас маму жди ладно будем с тобой кушать хорошо девчонки хочу сегодня еще навести порядок вот в этом шкафу просто такой беспорядок я так тут поддерживала постоянно чистоту и чтобы все было чистенько красиво и порядок был чтобы все было сложено красиво но в общем из этой работы вы посмотрите что у меня сейчас там творится я ничего это еще не гладила в общем надо будет все погладить разобрать там у меня еще до сих пор не глаженная даже все новогодние вот хочу в общем погладить убрать в общем до следующего нового года вот эти все прихватки скатерть и так далее и в общем сейчас будем с вами наводить весь порядок мои хорошие приступим с вами к мотивации на уборку как я и сказала я буду разбирать шкафы где у меня хранится постельное пелье полотенчики банные и полотенчики для руки для лица ванную комнату я покажу вам свой способ складывания постельного белья свой способ складывания полотенец также банных и обычных для рук маленьких полотенчиков как-то на канале я уже все это показывала но это было уже давным-давно и с того момента у меня прибавилось достаточно много зрителей поэтому я думаю им тоже это будет интересно и полезно и может быть кто-то для себя возьмет вот такой вот способ складывания постельного белья который способ использую он мне очень нравится он такой получается очень компактный и занимает очень мало места и он у меня получается комплектами там будет и пододеяльник и простыня и наволочки все в одном комплекте а банные полотенчики я складываю просто рулончиком самый такой простой обычный способ но он меня устраивает вполне тут у меня помощник тоже мне решил помогать говорит мама давай-ка я тут тебе все разберу а ты потом собери до тимур тимур оч ты мой золотой помощник а обратно складывай обратно девчонки пока я буду делать уборку всем вам приятного просмотра а я сегодня хочу немного высказаться насчет ситуации которая происходит у нас стране если честно я вообще придерживалась такого мнения и муж у меня очень против что я вообще буду что-то об этом говорить но я решила в общем высказаться потому что мне поступают конечно же комментарии но в принципе как и всем блогерам есть комментарии по-доброму кто-то спрашивает мое мнение есть комментарии кто со злобой конечно же пишет и высказывается некорректно я хочу единственное сказать что рассуждать на эту тему я на своем канале не буду писать какие-то посты в сообществе на эту тему я тоже не буду почему почему у меня такое мнение потому что я считаю что я некомпетентный человек по этому вопросу я ничего не смыслю в политике я не могу утверждать что кто прав кто виноват кто правильно поступает кто неправильно я не знаю всей сути все что происходит внутри да и кто то о чем думает и кто как поступает мне конечно же жалко всех людей и все что мире сейчас происходит это же конечно же скажется на каждом не обойдет ни одного человека на ком эта ситуация не сыграя злую шутку каждого конечно же какие-то появились проблемы каждый переживает каждый реагирует на эту ситуацию по ему я единственное что я не хочу на своем канале открывать вот эту политическую тему какие-то рассуждения насчет нее вести потому что я сама ничего толком не знаю и о чем говорить вам что вам доказывать либо говорить за кого я либо против кого я я тоже не хочу я не хочу вас накручивать так как я сама себя накручиваю я могу эту тему обсудить со своими родными близкими людьми которыми я доверяю уже давным-давно и с которыми я могу посидеть дам поспорить допустим насчет этой темы до кого-то выслушать также я с мужем могу это обсудить до вдвоем на кухне но на всеобщую публику хоть у меня конечно и маленький канал но я не хочу вас накручивать я не хочу вас погружать еще больше в эту ситуацию я хочу чтобы вы приходили ко мне на канал и просто отдыхали смотрели меня потому что сейчас только в какой паблик не зайдешь только на какой канал не заглянешь везде обсуждают эту тему я понимаю что невозможно ее обойти стороной я понимаю что все переживают очень сильно я тоже переживаю я не бездушный человек но я не хочу это обсуждать у себя на канале этого всего хватает везде зайдите на любой канал в любые новости это крутится каждый день единственное что хочу сказать мои хорошие я всегда за мир во всем мире я засветлены будущее наших детей я за то чтобы ни один человек никогда не страдал и не видел войны я всегда за мир я за добро и хочу вам пожелать сил терпения и прошу меня понять и простить что я не буду обсуждать это все на своем канале куку немного вам позитила показала как мы с тимка играли он сам сейчас очень любит так знаете играть как будто в прятки такой прячется потом выглядывает в общем насчет той темы которую я начала я в принципе уже и закончила я надеюсь то что вы меня поймете если вы хотите поговорить со мной на эту тему пожалуйста можете написать мне в личные сообщения у меня есть и контакты инстаграм и кстати я телеграм-канал завела в принципе можете мне написать в любые соц сети я с вами поговорю насчет этой темы а на канале я больше не буду затрагивать эту тему потому что как я вам уже сказала у меня очень против муж и в принципе я сама считаю то что я не тот человек до который должен рассуждать на эту тему и канал у меня не политические канал у меня просто про мою жизнь про такую какая она есть со своими всякими жизненными ситуациями да и тем более кто давно уже на моем канале они знают то что какие-то личные ситуации какие-то личные проблемы все что связано там с родителями с мужем я никогда не рассказывала личное должно оставаться личным и также я считаю и насчет этой ситуации то что мое мнение оно останется при мне ок ну вот девчонки вот такая вот у меня чистота получилось и порядок наконец-то в этом шкафу тимка у меня тут дверь все время закрывает на видео тоже она такая закрывается открывается сама по себе как будто дверь он у меня здесь порядке в общем наводится и шкафа достал пледы подушки вот эти вот хочу купить наволочки такие знаете про простые обычные обычную расцветку в общем потому что вот эти конечно новогодние уже не актуально и хочу 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 и хочу и пледа заменить все хочется все хочется вот были бы только деньги да как говорится были бы деньги было бы все и можно было бы сразу купить да сын разбираешь туда ну ты даешь ну ты даешь порядке скажи навожу да скажи мама у тебя тут все не так сложно да сын ты скажи все неправильно тут положила надо вот так в общем хотя бы я вот этот шкаф разобрала как-то надо заняться вообще вещами вот это тоже тут все хочу разобрать халат постоянно здесь висит потому что я мерзляк и я постоянно его достаю в общем и так просто его вешаю хочу здесь тоже все вещи разобрать вообще может большинство все отдам раздам вот нас сейчас там как раз такие все собираются такие знаете волонтерские сборы вещей в общем игрушек все что есть а вот хочу все тоже собрать и отдам людям которым нужно так что здесь надо тоже порядок навести в том шкафу тоже хочу порядок навести но это уже не сегодня потому что времени у меня мало я сейчас быстренько-быстренько хотя бы вот это все успела сделать тимурыч здрасте порядки да порядки свои наводишь барабан вот так прям надо да вот так скажи надо делать так скажи эту подушку туда надо микки мауса к ней надо поставить да я тут тимке варю супчик сегодня буду рисовый варить сейчас вот картошка с капустой сварится и еще рис добавлю и в общем такой рисовый супчик я ему сегодня решила сделать с говядиной на себе в общем сделала чаек он у меня пока уж ну сейчас поспит и мы с ним пойдем в поликлинику вчера я покупала вот девчонки такой хворост у нас тут где лепешки выпекают в общем вот такой вот хворст продают буду сейчас его кушать я себе ничего не приготовила и буду сейчас на чай сидеть буду чай пить потому что как-то я вчера в общем приготовила и мы за один раз скушали у молодую картошку вчера кушали и еще осталось вот сегодня тоже хочу молодую картошку пожарить ну блин такая вкусная картошечка молодая конечно и плюс достала еще сегодня бедрышки буду бедра делать знаете такие с красным перцем на сковородке под прессом вот если успею я вам покажу у меня у мужа мама так делает свекровь в общем моя делает очень очень вкусно получается ну у меня так не получается как у нее или постоянно говорю игру у меня не получается так как у вас ну у нее прям знаете такая получается корочка прям поджегу стая поджаристая в общем очень вкусно получается а у меня так не получается почему-то вот либо я пресс не такой правда делаю ну то есть там как делается на сковородку выкладываются бедрышки Кожурой вниз, в общем, они в перце, соленые, с майонезом Выкладываются шкурками вниз И сверху ставится, допустим, там, не знаю, блюдо какое-нибудь Либо крышка, да, плоская И сверху еще ставится что-нибудь тяжелое Допустим, чайник с водой, либо еще что-нибудь Вот, у меня, в общем, свекровь делает чайник с водой полный Набирает и ставит сверху И вот так вот жарится минут, наверное, 30-40 В общем, под этим прессом не убирается, не открывается ничего И вообще, знаете, так вкусно получается Прям вообще, я первый раз попробовала, когда мы к ней приезжали в гости И потом дома пробовала делать Но не такая прям корочка получается, как вот у мамы, у мужа А так тоже, в принципе, вкусно получается Девчонки, как меня достали мои волосы Вообще, в разные стороны все вот Хотя я выпрямила, я утром встаю всегда, да Хотя бы если я не всю длину выпрямляю Но я выпрямляю обязательно хотя бы вот эти вот части, да Чтобы тут прямо было Но все равно, смотрите, вся завиваюсь Как это, блин И потом в разные стороны все волосы торчат И плюс еще вот эти маленькие волосы Как они мне надоели, девчонки Я не знаю уже Это как будто челка у меня образовалась Вот вы посмотрите Вот это как будто челка Откуда они взялись? Как они так начали? Ну, в общем, они хотя бы уже длиннее становятся А то они у меня вот такие вот были и торчали В общем, вот так вот Особенно когда выпрямляю Они вот так вот торчали А сейчас вроде бы уже хотя бы такие чуть-чуть длиннее стали Может быть, скоро уже вырастут Все-таки хочу постричься Мы с мужем пришли к одному компромиссу Кстати, девочки, я вам не рассказывала А то я говорила, что он вообще не разрешает мне постричься Я вот с ним разговариваю Я говорю, ну, понимаешь, мне очень тяжело Говорить с этими волосами Их постоянно мыть и так далее Мне самой нравятся длинные Это очень красиво Особенно когда я их красиво уложу Они у меня такие длинные Сзади получается у меня Пострижено не прямо А как бы вот так, да И красиво очень смотрится Но за ними очень тяжело ухаживать Очень, очень сложно Поэтому, в общем Я, в общем, с ним поговорила И мы пришли к компромиссу Что я постригу волосы где-то вот досюда То есть, получается, наверное, вот столько я отстригу Даже, может, чуть больше Но хотя бы вот досюда он сказал, что можно Вот какую-нибудь прическу Я думала насчет каскада Но мне опять не хочется Что у меня, получается, здесь волосы будут как бы короткие-короткие И уходить в длину, да То есть, каскад типа Похоже, как, получается, на лесенку, да, обычную Я думала это сделать Но А если я захочу опять потом Чтобы были просто прямые волосы у меня И как бы одной длины То есть, это мне придется опять все отращивать Отращивать, отращивать До нужной мне длины Поэтому, может быть, я оставлю просто вот так постригу Не знаю, сзади, может, прямо сделаю Либо опять вот таким образом И Не знаю, что сделать спереди Может быть, немножко лесенку сделаю Ну, немножко Не прямо, чтобы отверху, да Просто каскад он идет как бы Вот так, вот так, вот так Отстригают волосы, насколько я помню Но красиво, конечно, смотрится Вот Так что Скоро, наверное, пойду Но Ну, точно пока не знаю, когда Но я хочу прям, чтобы вот уже к лету У меня была прическа такая Так что вот Вот так, вот так, вот так Вот так, вот так Девчонки Девчонки Покажу вам покупочки Вот, вот так вот здесь открываются Там багажники Там багажники Он потом достает И Которые, которые я хотела бы Девчонки 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 Там, в общем, ухо-то Там, в общем, ухо-то Катуха Майдадер Айдалик И телефон Тоже С картинками В общем, вот такую Но я ему не даю Потому что он начал Рвать у нас странички И вот И у нас стоило 178 рублей Вот самая дешевая Вот такая вот Маленькая книжечка была Мои хорошие На сегодня я уже с вами попрощаюсь Спасибо вам всем большое За просмотры За ваши лайки Комментарии Увидимся с вами совсем скоро Всем хорошего дня Хорошего настроения Пока-пока И до новых встреч